В последнюю пятницу апреля в стенах гимназии номер 4 царила энергетика ума и знаний. Ученики с 5 по 9 класс приняли участие в интеллектуальном марафоне, где проверяли свои школьные знания в различных направлениях, будь то история, география, математика, физика, литература и многое другое. По словам педагогов, ребята усиленно готовятся к такому мероприятию. Дети имеют возможность заранее готовиться, но вот усиленная подготовка идет где-то в течение последнего месяца. Уже 15 по счету марафон открывали лучшие ученики гимназии. Учителя, в свою очередь, дали участникам напутственные слова и пожелали успехов в интеллектуальной борьбе. Друзья, мы всех приветствуем участников научного собрания. Без наук, как без рук, говорят. Это бодрость и силы заряд. И успех, и удача тех ждет, кто с науками дружбу ведет. После торжественного открытия участникам пришлось пройти через множество различных станций, соответствующие каждому направлению. Различные теоретические задания, тесты и задачки, в которых ребятам пришлось проявить свою смекалку, эрудицию и находчивость. Насколько легко или сложно пришлось интеллектуалам в таком состязании, решил проверить и посоревноваться в направлении литературы и наш телеканал. Итак, первый вопрос. Как называется произведение устного народного творчества, краткое мудрое изречение, содержащее законченную мысль? Это, скорее всего, пословица. Кому посвящены строки Александра Сергеевича Пушкина? Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, одна в глуши листов сосновых, давно-давно ты ждешь меня. Это, конечно же, его любимый няня. Так и запишем. Вот видите, я все знаю. После написания поэмы Пушкин получил от поэта Жуковского в подарок его портрет со словами победителя ученика от побежденного учителя, как называлась поэма. А теперь посмотрим, насколько мои ответы были правильные, несмотря на то, что это пятый класс, было достаточно трудно. Да, действительно, без хорошей школьной подготовки победить в каком-либо направлении оказалось не так-то просто. Как называлась поэма? Поэма Пушкина? Да, там Руслан и Людмила. А, точно. Но помимо знаний школьной программы, участникам необходимо было подготовить свою команду как следует. Название, девиз, эмблемы, отличительная атрибутика, ну и, пожалуй, самое главное – домашнее задание. Где ребята могли максимально продемонстрировать свои способности в науке, творчестве и даже кулинарии. У нас был карава большой. Он очень вкусный, он с солью. Каравай мы готовили всем классом вместе с мастером. В завершение такого необычного, но очень интересного дня участников ждала церемония награждения. По оценке теоретического тура, подготовке команды в целом и домашнего задания, учителя и старшеклассники награждали ребят почетными грамотами и медалями. Очень интересное мероприятие. Кроме того, что мы очень много общаемся такой командой по поводу подготовки домашнего задания, изучения материала, мы еще какие-то интересные факты узнаем. Я вот с первого своего марафона про Крылова очень много узнал, например, до сих пор помню. Поучаствовали в интеллектуальном марафоне Яна Ромашкина, Алексей Устинов. Новости Латкарина.